Дорогая Церковь, возлюбленные братья и сестры, хочется поприветствовать вас снова. Конечно, опять вот на таких условиях, но слава Богу за все, что мы вот так можем собираться с вами, что мы вот так в духе видим друг друга и даже ощущаем. Вашу любовь, слава Богу за это. И так как мы собрались снова у ног Христа, и Дух Святой наполняет везде, где бы мы не склонили свои сердечки, мы в Его присутствии будем говорить о Его Слове. Будем учиться дальше. Мне сегодня хочется поговорить о том, нужен ли нам Ветхий Завет. Потому что приходится слышать иногда, что хотят только Новый Завет изучать. Есть такие люди, которые отменяют вообще Ветхий Завет, что вообще уже не надо к нему обращаться. И не стоит его разбирать. Вы знаете, мне хочется углубиться в эту тему. Чтобы мы поняли, нужен он нам. Или он уже действительно отошел в прошлое. Вот у Матфея 5.17 говорится, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Я хочу поговорить сейчас с вами о Новом Завете. Что он фактически вышел из Ветхого Завета. Его нельзя рассматривать отдельно. Он не сам по себе. Вдруг вот Новый Завет появился в этом мире. Если мы посмотрим, действительно, он из Ветхого Завета. Я хочу вам рассказать, как написано в книге Ездрав, в третьей книге Ездрав. Когда он задался вопросом о том, какое есть разделение веков. Он услышал очень интересное слово от ангела. И, вы знаете, мне хочется вам его раскрыть. Это Ездра, третья книга, шестая глава, 7-10. Тогда я отвечал. Какое разделение времен? И когда будет конец первого и начало последнего? Фактически, он, не понимая еще, но спрашивал именно о двух временах. Ветхого Завета и Нового. И услышал такой интересный ответ. От Авраама, даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исаф, рука Иакова держала от начала пяту Исафа. Слушайте внимательно. Конец сего века, Исаф. А начало следующего, Иаков. Рука человека, начало его. А конец, питай его. От другом Ездра не спрашивай меня. Не знаю, понял ли что-нибудь Ездра. Я тоже не сразу это могла понять. Но фактически, ангел говорил о двух эпохах. Разделил на Ветхий Завет и Новый Завет. Если вы внимательно слушали, то не было резкой границы. Не было границы времен резкой. Но что нам стало известно, что есть такое понятие, как век Исафа и век Иакова. Несмотря на то, что век Исафа как бы первый, Исаф первый родился. Мы знаем, что Исаф свое первородство утерял. Потому что пренебрег им. Это Ветхозаветное время. Сам народ Ветхозаветный какой был? Плотской в общей сложности. Жестоковынный, воинствующий. Приземленный. Очень похоже описание Исафа. И Иаков же следующий век. Хотя он и не первородный. Но приобретает первородство. Благодаря своей духовности. Верив Богу. Благодаря обетованию. Своему предназначению. Это было обетование ему. То есть это век обетования. Век Нового Завета. Это век обетования. В котором Бог заключает свой завет. С народом. Как когда-то он назвал Якова Израилем. То есть принцем Божьим. Посмотрите. Рождение Иисуса Христа. Как первенца. Это и есть начало Нового Завета. Но можно сказать, что это образно, как говорится об Якове. Иисус Христос, Он первородный по обетованию. Можно сказать, не по закону, по обетованию. Хотя Он явился в последние времена. А является первородным. Вот что интересно. Как мы посмотрим с вами, о чем говорил Ангел. Рука Якова держала от начала пету Исава. Внимательно слушайте. Конец сего века. Что? Исав. А начало следующего Яков. Это вот и показывает их неразделимость. Хотя Исав был рожден первым. Рука Якова его держала. То есть от начала рука Якова держала Исава. Как сказал Ангел? Рука человека начала его, а конец пита его. То есть еще от начала мира Иисус был первородным и обетованным. Хотя пришел в конце времен. Но был первым. Он держал запету Исава. То есть Ветхий Завет все равно держал Иисус. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это вот поняли. Что в Иисусе было начало даже Ветхого Завета. Хотя Ветхий Завет явился как бы первым. В его руке конец. То есть без него, без Иисуса Ветхий Завет тоже не начался. Век родился через него. И Иисус — завершение его. Вы посмотрите, как связан Ветхий Завет с Новым Заветом связан. Даже на примере рождения Якова и Исава. Еще что хочу добавить к этому. Что конец вот этого века. Вообще конец живущих на земле. Он тоже будет как Исав. То есть это поколение, которое будет больше любить финансы. То есть первородство свое, оно пренебрежет им. За хлеб, похлебку продастся. А Яков — это вечная жизнь. Это обетованный народ. Это век обетования. Итак, Новый Завет — это продолжение и исполнение Ветхого Завета. Поэтому Иисус не сказал, что все, он отменяет Ветхий Завет. Он сказал, пришел исполнить. Матфея 5, 17, 19, хочу прочитать поподробнее. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. О каком законе он говорит? О Новом Завете он сейчас сказал? Нет, он сказал о Ветхом. Там был дан закон заповеди, которые должны все исполниться. Иисус был послан для того, чтобы исполнить Ветхий Завет. Задумайтесь над этим. Если некоторым Ветхий Завет почитается, что вообще уже не нужен, пренебрегается, они глубоко ошибаются. В таком случае и Новый Завет они познать не могут. Глубины Нового Завета не могут познать. Если вы не знаете Ветхий Завет, вы просто не знаете Новый. Потому что он неразрывно связан. Он дает силу Новому Завету. Вы знаете, как корень дает силу и питание стеблям и веточкам. И они приносят плоды благодаря корню. Если срубить корень, тогда что будет со стволом, со стеблями, с плодами? Они просто засохнут. И Иисус не просто так взялся из ниоткуда. Он пришел к нам откуда? Из Ветхого Завета. Он исполнение и обетование данное в Ветхом Завете. От начала существования Он есть. И Ветхий Завет это фундамент нашей веры. Невозможно пренебрежительно относиться к фундаменту, не построить, если вы имеете хоть маленькое представление, как строить дом без фундамента. Это будет поверхностное построение. Любой ветер, любой дождь смоет такое здание, которое не имеет фундамента. А чем глубже фундамент, тем выше можно выстроить здание. и будет крепче это здание стоять, когда есть фундамент. И поэтому необходим глубокий фундамент, глубокое познание Бога и Писание Его. Посмотрите, как написано у Луки 6,48. Это сказал Иисус. Он подобен человеку, строящему дом, который копал углубляясь и положил основание на камни. Вы знаете, как Он сказал глубоко? Иисус всегда говорил глубоко, ну как хочется, чтобы вы поняли, что Он имел в виду. Он говорит, копал углубляясь и положил основание на камни. Где этот камень? Камень, наш камень, Иисус Христос, где Он? Через весь Ветхий Завет надо углубиться, чтобы на камни положить основание. И дальше говорится, потому что когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он стоял на основании, на камне. А камень этот был положен еще до начала мира создания, до Ветхого Завета. Вы знаете, что и Ветхий Завет был положен на этом камне. Все было на этом камне. И мы знаем, что этот камень, который отвергли строители, это Иисус Христос. И Он есть основание нашей веры. Первое Коринфянам 3.11 говорится, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Хочу, чтобы вы поняли, весь Ветхий Завет на этом камне построен. На этом основании. Те, которые изучают Ветхий Завет, видят это основание, видят этот камень, через все проходит след его. И не только из Ветхого Завета, еще раньше, я вам говорю, Ветхий Завет на этом камне построен. Первое Петра 2.6 говорится, ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Где сказано? В Новом Завете? Нет, мои дорогие, это еще в Ветхом Завете сказано. И Петр опирается на этот камень и на это основание. Первое Петра 1.18-21 прочитаем. Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира. но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. если вы хотя бы изучали Евангелие, Новый Завет, тогда ответьте мне, на каком основании проповедовали апостолы? что они брали за основу? Когда они приносили из города в город Евангелие, они основывались на Ветхом Завете. Они начинали с Ветхого Завета проповедовать об Иисусе Христе. Вы знаете, когда эта церковь только начиналась, и ко мне пришли люди, которые вообще ничего не знали о Боге, она начиналась с таких людей, которые не были уже верующими, основанными христианами. И я столкнулась с проблемой, потому что я не могу им проповедовать Евангелие, потому что они не знают Ветхий Завет. Они не знают ничего, понимаете, об Авраме, о Моисее. Да, конечно, можно говорить basic такой, знаете, чуть-чуть, вас Христос любит, и вы спасены. Но если хотим научить учеников, если хотим научить глубин Божьих, без Ветхого Завета, это нереально. И мне приходилось учить одновременно параллельно Ветхий Завет и Новый Завет, чтобы немножко показывать, о чем идет речь. Итак, если вы будете читать Евангелие внимательно, то вы увидите, что все апостолы проповедуют на основании Ветхого Завета. Это бралось за основу, Ветхий Завет брался за основу, потому что весь Ветхий Завет свидетельствует о Христе. Он где-то водитель ко Христу. Ветхий Завет необходим. Если вы его не знаете, вы не можете глубину познать Нового Писания, Нового Евангелия. Вот это основание веры в Иисуса Христа. начинает со Светкого Завета. И это корень, и это камень, и это глубина. Как свидетельствовал Стефан, когда он начинал свидетельствовать о Христе, как он свидетельствовал? Он начинал Светкого Завета и начинал объяснять и пришел ко Христу. Об этом написано в Деяниях 7 глава. Как писал Марк свидетельствовал об Иисусе, как сам Иисус о себе свидетельствовал? Марк 9, 12. Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженному. Иисус даже обличал. Вы что, не знаете Писание? Надо знать Писание. Из-за того, что не знаете Писание, не знаете многие вещи, происходящие даже в Новом Завете. Матфей также писал о том, что вера основывается на Ветхом Завете. Посмотрите, где должно было родиться Христу, когда он спрашивал, где? Матфей 2, 5, 6. Откуда они должны были знать, где должен был родиться Христос? Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты Вифлеем земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь. Который упасет народ мой Израиля. Это бралось из основания, из Ветхого Завета. Это есть пророчества, которые говорили за века, за года. Это основание может быть веры. Вот было сказано, и вот исполнилось. Также и Лука пишет, как сам Иисус опять-таки в другом месте свидетельствовал о себе и опирался на Метхий Завет. Лука 24, 44, 47. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Значит, надо это знать, что было написано. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Каких Писаний? Нового Завета? Еще не было. Он открыл им понятие, понимание Ветхого Завета и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу. и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедовать имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 1 Иоанна 2 7 Возлюбленные пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Опять-таки Ветхий Завет. Читайте Евангелие и посмотрите, как проповедовали апостолы. Они несли параллельно и Ветхий Завет и Новый Завет. Хочу, чтобы вы увидели, что Новый Завет выходит из Ветхого. Он не отдельная ветвь, ни ниоткуда, ни сама по себе. Это продолжение Ветхого Завета, перерожденное в Новый Завет. Все учение Нового Завета исходит из Ветхого. Как от начала. Это корень. Нельзя рубить под собой корень и надеяться, что будет приносить плоды. не новые заповеди, а древние преподнесены были всем. Они были написаны для верующих. К ним только и новые заповеди добавились. И Новый Завет раскрыл эти Ветхие заповеди. Как любить не по закону, а в Духе. исполнять эти заповеди в Духе, в Любви. Ветхий Завет, Ветхие законы, они приобрели смысл, они раскрылись для нас. И когда Павел был поставлен перед Синедрионом, он за основание своей веры тоже брал Ветхий Завет. Для чего? Чтобы свидетельствовать о Христе. Чтобы засвидетельствовать о Христе. Мы не просто верим в кого-то, во что-то, есть основание нашей веры. Я скажу, я даже не понимаю, как это возможно, игнорируя Ветхий Завет, проповедовать об Иисусе Христе. когда Он вообще является исполнением Ветхого Завета. В таком случае, человек проповедует непонятно какую личность, которую себе вообразил, как язычники, воображают какого-то Бога, Ему поклоняются. И Он у них становится еще один Бог на иконе. Потому их Бог так не похож. на того Иисуса Христа, который жил, ходил в Израиле, о Котором свидетельствуют пророки, не похож на них. Он отличается даже от такого Иисуса Христа, которого знали апостолы и проповедовали апостолы. Мечтают о том, чтобы как первоапостольское пробуждение было, чтобы даже еще больше было, как надо принять того Иисуса. Но те, которые отвергли Ветхий Завет, хочется сказать, что у них новая религия. Религия воскресного дня. С Иисусом, которого только благодать несет, милость, благополучие, благосостояние, но никаким образом не святость, не строгость, не то, что есть на самом вы знаете, что хочется сказать, проповедуют богиню плодородия. Это не Иисус. Когда Он придет, Он обличит многих, потому что Его узнать нельзя обликом. Какого проповедовали апостолы, и какого проповедуют многие сейчас, это две разные личности. Если нет никакого понятия святости, строгости Божьей, страданий во имя Иисуса, как сказал Павел, некоторые из вас стали враги Креста Христова. Враги Его распятия, Его страданий. Если этого нет учения, если не проповедуется живой настоящий Иисус, то просто не знают Бога. не знают Бога. Поэтому Павел, столкнувшись с таким движением, сказал 1 Коринфянам 15-34, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, не знают Бога. Потому что Бог открыл себя в Ветхом Завете. Он открыл себя как святой, как абсолютный, как судья всей земли, как праведный, и послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы через Него совершился Ветхий Завет. Что это значит? Он послал Его как жертву. Вы знаете, что жертва, принесенная Иисусом Христом, это Ветхий Завет исполненный. Когда Он сказал, я пришел, чтобы исполнить Ветхий Завет, фактически это заключение, это опять-таки как в Ветхом Завете, это жертва. Он не пришел для того, чтобы упразднить все. Он исполнил. Сама жертва Иисуса Христа уже свидетельствует о строгости и святости Бога, а не обеспеченности. И также это есть исполнение Ветхого Завета. Я хочу, чтобы вы поняли все-таки, что Иисус Христос это в первую очередь Агнец Божий, который пришел, чтобы быть закланным. Это строгость, святость нашего Бога. Крест и распятие за грехи мира. О чем они свидетельствуют? Они свидетельствуют о святости Бога. А не только о благодати. Это для нас, слава Богу, мы прощены. Мы пользуемся этой благодатью, но кто-то за нее заплатил. Бог Святой. Если этого не понимаем, тогда получается, что только используем Его благодать для своих личных целей. С целью устройства на земле. Ну, при случае на небесах. Хочу прочитать 1 Коринфянам 11, 26, 30. Когда описывается, как надо принимать преломление, послушайте внимательно. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть господню возвещаете, доколе он придет. Не воскресенье возвещаете. Смерть господню возвещаете. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно. виновен будет против тела и крови господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. не рассуждая о теле господнем. От этого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Если бы у вас было представление о Ветхом Завете, о жертвах Ветхого Завета, вы бы поняли, что имеет в виду Павел. Кто имел возможность прикасаться к жертвам и как, с каким благоговением и так, это напоминание смерти Иисуса Христа на кресте. А не только напоминание о благодати. Свободы, беспечности. Если не рассуждать об этом, ничего не поймете. И о чем говорит предупреждение Павла? О том, что существует понятие Святой Бог, Святая Жертва, Святой Сын Божий, Святой Дух Святой. Святой, 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 понимаете? И Бог в Новом Завете Святой. Он не то, что в Ветхом Завете был Святой, а сейчас не Святой. Он Святой по-прежнему. Поэтому и в Новом Завете призываемся к Святости. 1 Петра 1, 15, 21. Написано. Но по примеру призвавшего нас Святого, И Сами будьте святы во всех поступках. И написано, где написано? В Ветхом Завете. Будьте святы, потому что Я Свят. И если Вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего зная, что нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначено еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвой и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Невозможно познать святость Бога, невозможно оценить жертву Христа, если вы не познали Ветхий Завет, если вы не прошли через Ветхий Завет, вы не познали Личность самого Бога, если вы не познали страх Божий, как можно сказать, что у вас есть мудрость? Это только начало, мудрость это только начало, страх извините, начало мудрости, оно младенчество, если вы остались только на познании благодати. Тот войдет в возраст мужа совершенного, который проходит через глубины познаний. Как сказано, копал, углубился и построил на камне. Мои дорогие, я призываю вас к этому. Осознайте это, поймите драгоценность, которую Бог нам дал. Если это поймете, у вас будет глубокий фундамент. и я хочу, чтобы мы были святы во всех своих поступках, по примеру призвавшего нас. А призвал он еще Светхого Завета. Поэтому апостолы туда обращаются, говорят, как написано в Писании. И без познания святости Бога невозможно истинно поклоняться Ему. я бы очень хотела, чтобы вы это услышали. Вы знаете, я молилась сегодня, перед тем, как прийти сюда, повторила это слово в молитве, на коленях, и услышала такое, я скажу вам, как Дух засвидетельствовал. Многие слушают, чтобы судить, но не для того, чтобы услышать. Кто как слушает, так и услышит. Я вас благословляю слушать, чтобы услышать, а не слушать, чтобы судить. Благословены. Давайте, мои дорогие, помолимся с вами сейчас. Ой, как я хочу, чтобы вы понимали глубины. Мне так хочется, Господи, так хочется, чтобы услышали, чтобы открылись горизонты, и в высоту, и в глубину, и в широту, и в долготу. Это все горизонты познания Тебя, мой Бог. Благослови Церковь. Пусть сегодняшнее слово коснется тех, которые, может быть, не ценили. Коснись их сердец, коснись их умов. Поймут, какое Ты оставил для нас богатство. Благословляю Церковь. Я благословляю вас, дорогие, именем Иисуса Христа. Аминь. Всех вам благословения. Благословения